добрый день уважаемые коллеги обозначить пожалуйста слышно ли меня надеюсь что видно камера работает если звук ага спасибо большое звук есть чудесно тогда давайте не теряя времени приступим к теме сегодняшнего вебинара будем говорить о создании викторин и опросов и для того чтобы их создавать мы сегодня попробуем использовать так называемые отечественные сервисы инструменты на русском языке посмотрим на их возможности оценим составим список нужного конкретно под наши задачи ну и заодно переведем проведем так называемую переключку сервисов кто у нас живой кто рабочий и какой инструмент можно использовать как всегда в чате я вам буду китай ссылки это ссылки на уже готовые работы чтобы вы могли посмотреть на возможности оценить и подумать может быть у вас какие-то идеи возникнут сначала я вам хотела несколько слов сказать почему у меня звездочка появилась на слайде рядом со словом отечественные на мой взгляд это вот определение отечественные сервисы российские сервисы еще синонимы к этим словам это все-таки понятие немножко расплывчатая что можно считать отечественным сервисом разные образовательные учреждения разные библиотеки решают для себя этот вопрос по разному кто-то считает что это должны быть инструменты которые разработаны нашими российскими программистами и они права кто-то считает что это инструменты где вот юридический адрес это значит россия тоже верно есть еще более кардинальные мнения например где находятся серверы которых установлены вот эти самые сайты которые являются сервисами то есть если на территории россии то окей хорошо если нет то нет но в этом случае много возникает вопросов а если проект международный если часть разработчиков из россии часть нет а если разработчики в россии а серверы не в россии а если все наоборот сами разработчики за границей а серверы на территории россии работают в общем тут мне кажется вопросов больше чем ответов поэтому я поставила звездочку и сегодня я постаралась создать более-менее полный список инструментов которые подходят под один из этих критериев которые я обозначила я конечно буду вам рассказывать информацию о сервисе где находится сервер если это нужно кто создатель если эта информация доступна ну а вам уже самостоятельно предстоит определить собрать не брать что называется ну давайте начнем начнем мы с платформ то есть с больших таких массивных инструментов которые под одной обложкой объединяет сразу много всего говорить мы сегодня будем конкретно о викторинах и опросах то есть это такие задания в которых нужно отвечать на поставленные вопросы за это получать какое-то количество баллов либо либо вы собираете какую-то информацию проводите опросники где тоже есть какие-то варианты ответа какие-то такие вот вещи на основы которых вы будете делать выводы ну вот так вот своими словами обозначил игр мы сегодня касаться не будем хотя это тоже интересная тема и возможно на одном из следующих вебинаров я уже конкретно поговорим об играх о всех этих кроссвордах филвордах разных дидактических играх вот это тема отдельного вебинара сегодня конкретно будем про викторин и так начнем мы сервисах удоба многое о нем уже говорила в прошлом году отдельный вебинар проводила по этому сервису что это такой за инструмент это сервис бесплатный конструктор электронные образовательные ресурсы он умеет создавать бесплатные неограниченном количестве пользователей могут создавать здесь свои работы он предлагает более 50 интерактивных форматов кроме викторин здесь есть еще интерактивные плакаты ленты времени виртуальные туры презентации и многое-многое другое огромное количество всего хорошего можно создать с помощью этого сервиса сервер находится на территории россии создана российскими программистами поэтому в этом смысле все здесь замечательно что касается сервис инструментов для создания викторин их достаточно многое сервис предлагает вот например можно создавать опросы с одним вариантом ответа правильным можно создавать опросы с множественным выбором правда или ложь есть даже возможность создавать личностные опросы определять тип личности например я вам хочу показать один из шаблонов который называется набор вопросов это шаблон в основе которого можно перемешать разные виды вопросов в одна викторина в которой можно перемешать 7 видов вопросов либо создать классику вот ссылку на классику я вам как раз сейчас в чат и отправила это викторина классического вида с одним правильным ответом который нужно найти можно так а можно сразу использовать разные типы вопросов и вот ссылку сейчас 2 я вам отправлю с разными типами чтобы вы посмотрели как это работает сразу скажем что здесь нет анимации здесь нет каких-то красивости все достаточно строго солидно лучше это смотрится во встроенном виде то есть вы можете добавлять эти ресурсы на страницы сайтов блогов и они возможно даже там смотреться намного симпатичнее чем вот вы смотрите их у меня например в моей библиотеке но подкупает то что здесь шаблоны и все достаточно несложно если освоить хотя бы один формат потом уже все будет намного проще давайте смотреть шаблоны эти переведены с английского есть такой сервис называется 5 по-моему он так называется все забыла название но в общем поэтому не пугайтесь что здесь часть шаблона может быть на английском языке это потому что источник здесь был англоязычный можно воспользоваться google переводчиком но я вам вкратце давайте перечислю как здесь все работает для того чтобы создать викторию нам нужно выбрать шаблон набор вопросов открыть его он изначально будет пуст а дальше начинать создавать вопросы это будет бесконечная такая лента один вопрос за другим будет у нас выстраиваться с правой стороны с левой стороны вот таким образом а слева будет поле для создания собственного вопроса в одну викторину можно вставить вопрос с выбором называется он multiple choice вот про гарри поттера сейчас ссылка это как раз вот тот самый вариант когда нужно выбрать либо один правильный ответ либо несколько вопрос дракон друг тащи и бросай я покажу дальше слова задание где нужно заполнить пропуски отметить слова либо перетащить слова внутрь текста простой вариант вопрос да нет правда ложь и наконец здесь есть возможность викторину вставить даже с то есть участник должен написать какую-то развернутое высказывание ну хотя бы одно или два предложения этого есть вариант с по сути это открытый вопрос если проще говорить давайте просто внутрь шаблона заглянем сегодня у нас такой обзорный вариант вебинара поэтому я долго о каждом сервисе говорить не буду просто покажу как изнутри выглядят шаблоны и немножко покомментируем вот например классический вариант когда мы выбираем вопрос с выбором одного или несколько правильных ответов здесь мы записываем сам вариант вопроса и варианты ответов правильный отмечает все по классике здесь идет здесь есть вкладка медиа которую стоит зайти он позволяет загружать сюда изображение аудио и видео аудио добавляется с компьютера видео тоже можно загрузить с компьютера но есть ограничение до 10 мегабайт то есть если вы используете видеоролик он будет не очень большой картинки тоже с компьютера все успока но и далее добавляем новый вопрос опять открывается то же самое поле и мы продолжаем в том же духе как видите все достаточно несложно у каждого вопроса есть еще подсказки и обратная связь это тоже важно особенно если вы создаете обучающую викторину где необходимо обращение к дополнительной справочной информации то вот в разделе подсказки обратная связь можно прописать это далее я говорила вопрос дракон дроп это интересный вариант вопроса вот ни один сервис такого не предлагает хотя может быть достаточно экзотичный вариант в чем суть нужно определить кто изображен на картине и на картинке и мышкой перенести на изображение правильный ответ как вы понимаете нам для создания такого вопроса нужен на сама картинка вариант ответа который наносится на кнопочки а а далее нужно привязать отметить какой ответ будет верный просто галочкой написать подсказки обратная связь если она нужна ну и сохранить полученный вопрос и перейти к следующим кнопка сохранить собственно тоже не сложно можно попробовать вот такие экзотические викторины вопросы в которых нужно что-то отмечать заполнять пропуски либо вот слова переносить внутрь текста как на последнем варианте все это делается тоже в примерно в одном и том же типе шаблонов так он выглядит вам нужно написать задание и написать внутрь какого текста какие слова нужно отмечать его затаскивать или вписывать и то самое слово ключевое которое необходимо написать вставить и перетащить внутрь текста отмечаем двух сторон звездочками все готово задание сделано точно так же каждому вопросу мы можем прикрепить аудио видео и картинку и написать по подсказке обратную связь то есть по сути викторина обрастает все новыми новыми подробностями это замечательно ну вопрос правда или ложь в этом конструкторе самый простой просто придумываем вопрос пишем вариант ответов правда ложь отмечаем что здесь верно и дополняем если нужно изображением картинкой аудио видео если нужно вот на основе таких шаблонов собственно удобно и работает все остальные викторины которые вы будете выбирать они по сути вот на него похоже что касается статистики поскольку это тоже немаловажная вещь например для библиотекаря важно сколько человек прошло эту викторину для учителя важно проверить участников кто ответил кто не ответил но если вам нужно знать что участники прошли вот конкретно по фамиль на кто то придется детям ученикам предложить зарегистрироваться в этом сервисе иначе вы просто никак об этом не узнаете если вам по фамиль на не важно то они могут проходить викторину анонимно во вкладке результаты по каждому заданию открывается такая вкладочка и вы можете узнать кто из авторизированных пользователей поучаствовал в вашей викторине и даже по каждому варианту вы можете узнать сколько баллов он набрал если он прошел до конца то собственно говоря вы вот в этой табличке можете найти количество набранных баллов за каждый правильный ответ начинается по одному баллу если у вас викторина анонимная у вас пользователи не представляются то во вкладке отчета вы найдете количество просмотров сколько раз эту викторину просмотрели и сколько времени на нее потратили плюс вот количество сессий тоже очень подробно написано сколько человек в какое время заходили и собственно как они смотрели статистика вот в таком виде здесь достаточно подробно вы можете ее получить по каждому дню по каждому периоду который устанавливаете самостоятельно в общем вот такой вот неплохой инструмент который по-прежнему стабильно работает и которым все таки который все таки стоит взять на вооружение давайте посмотрим еще на один сервис называется он фликтоп я о нем тоже говорила в прошлом учебном году отдельно вебинар ему посвятила что с ним сразу давайте что с ним не так это наши отечественные разработчики назовем их так создали этот сервис он на русском языке все чудесно он отрисован прежде всего для педагогов но и библиотекари немного в нем хорошего могут для себя обнаружить в чем загвоздка загвоздка в том что серверы находятся на территории США так что сами определяйтесь как его использовать и подстраивайте под свои задачи но он бесплатный работает без ограничений он очень хорош для работы с детьми потому что здесь много анимации много звуковой дополнительной дополнительного звукового оформления в общем он для детской аудитории вообще очень хорошо смотрится ссылочек я вам многое приготовила пожалуйста я их в чат отправила можете одну какую-нибудь или несколько открыть посмотреть поотвечать на вопросы и мне кажется очень даже симпатично все здесь смотрится в чем суть этого сервиса он тоже не похож на все остальные потому что он позволяет создавать так называемые карточки в качестве карточки может быть в том числе и викторина а вообще здесь из карточек можно создавать в виде карточек можно представлять аудио видео гиперссылки изображения статьи можно создавать в виде карточек и потом на основе таких цифровых карточек можно создать целый курс объединить много карточек в одну папку и объявить это учебным курсом можно так или цифровой коллекцией если необходимо во многих смыслах очень хороший инструмент мы поговорим о том как здесь создаются карточки викторины сейчас у меня на слайде как раз варианты вопросов которые можно вставить внутрь такой викторины как и в удобе можно создать викторину только с одним типом вопросов с классикой а можно добавить разные типы здесь точно так же есть и игры вставить пропуск заполнить пропуски классическая викторина с выбором ответа но есть и кое-что отличающиеся давайте посмотрим вот классический вариант викторины здесь очень простые шаблоны даже проще наверное чем в удобе новые вопросы добавляются внизу через значок плюсик ну а вот по центру это собственный сам вопрос вписываем формулировку вопроса варианта ответов добавляем и туда и в ответы можно вставлять картинки с компьютера количество вариантов ответа не ограничено отмечаем обязательно что здесь правильное сохраняем и переход к следующему вопросу вот так они у нас внизу будут выстраиваться в удобе они выстраивались у нас слева а здесь будут внизу это классика классический вопрос викторины что здесь может можно еще использовать тоже викторинный вопрос но уже соотнести слово и изображение здесь достаточно все несложно загружаем картинки подписываем эти картинки вот собственно соотнесенность обозначена а в качестве подсказок вернее не подсказок а затруднений можно использовать неверные варианты ответа сервис все перемешает участник не только должен составить пару но и избавиться от неверных вариантов которые усложняют задачу за каждый правильный ответ и здесь тоже начисляется определенное количество баллов все как викторине игра найди пару тоже довольно любопытно но здесь что нужно соединить в пару два слова две картинки например либо смешанную пару картинка слова много раз встречали такие варианты заданий но здесь в шаблоне внутри зашит еще одна кнопочка вот такая плюсик она позволяет пару превратить в тройку и мы можем собирать уже не пары допустим а тройки а если еще раз нажать на эту же кнопку то мы можем игру еще более усложнить мы можем прикрепить четвертый вариант четвертый элемент этой пары и и и в общем практически до бесконечности что у нас еще здесь интересного есть когда все варианты я вам показывать не буду в принципе шаблон практически вот одинаковый плюс-минус отличается разобраться в нем достаточно просто дополнительно у каждого вопроса можно настроить оформление можно сделать общее оформление для все викторины а можно вот такие красивости добавить каждому вопросу здесь есть готовые шаблоны тематические можно цветом просто залить можно создать интерактивный форм когда там у нас будут плавать облачка на заднем плане там подобные вещи дополнительно чтобы сделать викторину образовательной мы можем добавить пояснения к нашему вопросу добавить подсказку а вот нажав на вот эту шестереночку мы можем настроить нашу викторину наш тест в настройках указываем видимость мы можем настроить чтобы видно было всем либо только нам пока она еще допустим не готова обязательно устанавливаем чтобы показывались результаты участникам можно вписать внутрь викторины доску лидеров и тогда все участники которые представились они будут попадать на доску в зависимости от количества набранных баллов и даже прописать количество жизней сколько раз этот тест можно пройти и подключить таймер для прохождения в общем настройки достаточно подробные таблица лидеров если участники представились а в этом сервисе по умолчанию можно не представляться если не хочешь если хочешь можно представиться тогда ты попадаешь в таблицу лидеров и можешь узнать и учитель или там библиотекарь можешь посмотреть кто поучаствовал кто сколько баллов набрал кто сколько времени потратил когда он прошел эту викторину верно неверно ли ответил статистика здесь тоже достаточно симпатичная и позволяющая создать представление о том как использовалась викторина еще один инструмент называется он кор это целая платформа опять таки и она позволяет создавать электронные уроки интерактивные рабочие листы здесь тоже можно создавать викторины но викторины они будут больше напоминать целый электронный урок то есть кроме самой викторины внутрь такого урока можно добавить картинки видеоролики гиперссылки на другие ресурсы там подобные вещи создана российскими разработчиками в рамках проекта национальная открытая школа адресована тоже для учителей в основном и здесь необходимо участнику так или иначе представляться перед тем как пройти эту викторину чтобы учитель потом получал хорошую статистику если вы по ссылочке перейдете там есть такая кнопочка пройти без регистрации регистрироваться не нужно просто там указываем какой-нибудь никнейм чтобы вас заметили ну и дальше вы сможете уже открыть и посмотреть вопросы если вам интересно ну давайте посмотрим как здесь все работает вот так выглядит у нас готовая работа здесь открывается белое пустое поле внутри которого мы будем добавлять блоки блоки это будут наши вопросы вопросы викторины здесь как вы видите можно добавлять классическую викторину с тестом когда нужно выбрать один ответ из нескольких здесь есть возможность добавлять открытые вопросы вопрос так называемой классификации когда нужно например какие-то понятия расположить по нескольким категориям 2 и 2 и более здесь есть игра заполни пропуски нам уже знакомое и вопрос с автопроверкой это тоже открытый вопрос но который проверяется автоматически например в качестве правильного ответа будет одно слово и оно тоже автоматически проверится вот таким образом мы можем создавать здесь викторину на экране сейчас у меня как раз вопрос с вариантом когда выбирается один ответ из нескольких обязательно его отмечаем как правильный дополнительно мы можем дописать комментарий к этому ответу и комментарий к пройденному заданию комментарий к варианту ответа это скорее всего подсказка которую вы даете участникам если они затрудняются ну а комментарий к пройденному заданию открывается когда уже сделан выбор это будет какое-то пояснение дополнительная информация по теме викторина становится такая довольно образовательная и таким образом мы один за другим добавляем внутри этой белой страницы новые и новые блоки тест у нас может быть на нескольких страницах например отдельный блок мы можем перенести на следующую либо будут вот такой вот лентой как захочется когда у нас уже готова наша работа и участники с ней работают здесь очень очень подробная статистика мы можем за ними следить чуть ли не в режиме реального времени мы можем просмотреть статистику по каждому ученику общую статистику по количеству вопросов и вот так вот подробно здесь все расписано поэтому этот инструмент идеально подойдет для учителей для проведения различных учебных мероприятий сервис абсолютно бесплатный для создания электронных уроков никакой подписки не нужно количество электронных уроков здесь не ограничено если вы хотите уже здесь создать большой электронный курс то в этом случае уже придется оформлять подписку а так отдельные электронные уроки никак здесь не монетизируется если у вас ответ который требует не автоматической проверки а проверки учителем просто открытый вопрос то в этом случае вы можете его автоматически проверять и начислять за него определенное количество баллов как учитель и более того если ответ неверный вы можете его вернуть ученику обратно ученик получит его у себя в личном кабинете и сможет даже с вами вступить в диалог таким образом вы можете пообщаться дистанционно прокомментировать его ответ или помочь ему с выполнением задания отправить викторину ну вот тест обратно для исправления ну а ученик когда ответит вернет его вам обратно на проверку вот такая опция здесь тоже предусмотрена очень полезная на мой взгляд сервис онлайн тест пэт если кто-нибудь от вас знает кто автор этого сервиса где и как он создавался для меня это по-прежнему терра инкогнито сервер этого сервиса находится на территории российской федерации но никакой информации не обурить ни о юридическом адресе этой компании не о создателях я так и на сайте у них не смогла обнаружить сколько ни гуглила никакой информации не получила сервис существует и на русском и на английском языке ссылочки вам дала сейчас на на отечественные викторины поэтому все равно включила его в список давайте на него посмотрим на этот сервис онлайн тест пэт что он позволяет делать это очень хороший инструмент для создания разнообразных викторин и тестов многофункциональные я бы даже сказала кроме тестов он позволяет создавать опросы кроссворды диалоговые тренажеры образовательные тесты и развлекательные тесты но мы конечно сосредоточимся на образовательных тестах здесь тоже за каждый правильный ответ начисляется определенное количество баллов при необходимости можно прописать чтобы выставлялась оценка здесь даже можно получить сертификат после прохождения викторин еще хороший плюс можно скачать вопросы в формате pdf для того чтобы использовать оффлайн если у вас нет доступа к интернету или скачать этот тест в полной функциональности в такой папке который можно запустить на компьютере без привязки к интернету единственный минус о котором уже в чате нам сообщили это реклама к сожалению бесплатные сервисы а сервис бесплатный должны каким-то образом финансироваться и частично это происходит или полностью за счет рекламы которая появляется по краям сверху сбоку справа и снизу и так далее выход из этой ситуации 2 либо ставить блокировщик рекламы я думаю это сейчас у многих стоит на компьютере и если вы используете с учениками то тоже можете посоветовать им использовать блокировщик для того чтобы просматривать ресурс либо вставлять есть такая возможность вставить тест в викторину на страницу своего сайта и блога например у вас есть учительский сайт или сайт школы или сайт библиотеки и вы можете вставить эту викторину виджетом и тогда никакой рекламы не будет и проходите викторину участники будут на вашей собственной личной странице или на странице учебного заведения вот такие вот выходы из ситуации есть к сожалению мы с этим достаточно часто будем сегодня сталкиваться это мы сейчас уже перешли к сервисам которые вот таким коммерческим способом зарабатывать деньги до этого у нас вроде как в основном без рекламы были сейчас мы будем уже смотреть сервисы где реклама попадаться будет к сожалению такова наша реальность ну давайте посмотрим на конструктор конструктор достаточно здесь солидный если мы выбрали образовательный тест то здесь придется немножко посложнее даже по сравнению с удобой этот сервис на мой взгляд будет немножко более сложным хотя на русском языке но вот именно за счет своей многофункциональности придется немножко разбираться с ним ну давайте смотреть вот классический вариант викторины с выбором правильного ответа вписываем текст вопроса варианты ответов как видите можно добавлять и вопросы и в ответы изображения начислять самостоятельно количество баллов за каждый ответ здесь как вы видите нет возможности отметить что правильно что неправильно это регулируется с помощью баллов то есть если ответ неверный мы ставим 0 баллов а если правильный допустим 1 2 3 и тому подобное вот здесь вот такое интересное отличие что еще кроме от вот таких вопросов с выбором ответа можно добавить можно добавить вопросы со множественным выбором где будет несколько правильных ответов вводом чисел или текста когда в качестве ответа будет какое-то число или текст это так называемые открытые вопросы есть ответ в свободной форме когда участник пишет уже более какое-то развернутое сообщение ну вот в удобе это было эссе здесь у нас ответ в свободной форме есть возможность установления последовательности где нужно расположить допустим какие-то понятия в хронологическом порядке либо в каком другом порядке установление соответствия это вот по сути найди пару здесь есть заполнение пропусков в строчках в тексте или в каком-то списке есть интерактивный диктант ну это вставь на вставку букв там слов и так далее есть последовательное исключение вот когда мы вот здесь вот устанавливали последовательность здесь нам нужно выстрелить по порядку а здесь наоборот исключить по порядку тоже разновидность этого же задания слайдер ползунок позволяет допустим передвинуть на определенное терение ну например это работает с цифрами допустим длина волки столько-то километров и вы на выбор даете несколько вариантов ответов и участник с помощью такого ползунка должен передвинуть на правильный ответ это вот разновидность викторины с выбором ответа только в виде ползуночка такого переключателя ну и наконец вы можете подгрузить свой собственный файл это как вернее не вы а участник в качестве ответа может загрузить свой собственный файл как видите здесь есть вопросы которые проверяются автоматом и те которые учитель может проверять самостоятельно это загрузка файла и вот в свободной форме это надо будет проверять вручную и тоже начислять за это по все показывать рассказывать не буду это целый вебинар уйдет опять-таки в прошлом учебном году я проводила вебинар по этой теме так что если заходите более подробно узнать то вот можно его разыскать на директ академии и посмотреть там уже более подробно я рассказываю но конструктор друг на друга похож в чем суть в редакторе мы вписываем вопросы варианты ответов отмечаем правильно неправильно назначаем баллы дальше в разделе комментарии мы можем дать комментарии к этому заданию который поможет ученику а вот в параметрах мы можем сделать настройки этого задания среди настроек что там можно перемешивать вопросы перемешивать ответы вот такие вот настройки которые помогут немножко разнообразить наше задание дополнительно здесь очень много всего хорошего в плане настроек здесь можно например написать общий текст для нескольких вопросов то есть если у вас логикой как-то связаны вопросы вы можете написать для них одно общее задание например прочитай текст выполни задание текст даем как общий вариант а дальше несколько заданий по этому тексту полезная вещь чтобы не не переписывать один и тот же текст 20-30-50 раз дальше есть возможность объединить вопросы в группы если у вас викторина комплексная например какая-то контрольная работа из нескольких тем состоит мы можем сгруппировать по темам вопросы чтобы участник решал их последовательно логично дальше что еще здесь есть хорошего здесь про статистику я подробнее расскажу из хорошего в этом сервисе есть возможности получать вопросы на ручную проверку вот в разделе ручная проверка это делается и формировать сертификаты по итогам прохождения викторины тоже хорошая штука там указывается количество баллов и указывается что ты молодец прошел эту викторину еще у этого сервиса есть опросы опросы это собственно тоже разновидность викторины но там нет правильных неправильных ответов баллы не начисляются викторины только для того чтобы опросить пользователей ну например в библиотеках учебных заведениях получить какую-то информацию обратную связь от читателей или школьников например вот парочку опросов я вам в чат сейчас отправила давайте посмотрим как это работает шаблон очень похожий и даже некоторые варианты вопросов здесь взяты из викторин то есть здесь у нас есть одиночный выбор и множественный выбор здесь появились матрицы матрица это такая табличка внутри которой несколько критериев по которым по каждому критерию нужно высказаться то есть выбрать один или несколько ответов правильных на ваш взгляд поэтому здесь у нас появились матрица в одиночного выбора множественного выбора выпадающий список несколько выпадающих списков вот такое есть еще так называемое ранжирование когда нам нужно расставить какие-то понятия по порядку например там оценить что-либо и поставить на первое место допустим самый крутой вариант а на последнее место менее оцененный с вашей точки зрения вариант тоже такое в общем здесь конструктор абсолютно точно такой же и мы можем параметры настроить перемешивать например вопросы и картинки подгружать и количество вопросов ответов здесь тоже никак не ограничено вот спасибо за ссылки которые вы в чат добавляете я думаю дополнительная информация для пользователей которые впервые слышат об этом сервисе очень полезная да сертификаты печатаются в мутном качестве есть такой потому что они в невысоком разрешении но опять таки это особенность сервиса который бесплатный они больше предназначены не для печати а вот для того чтобы на экране их посмотреть похвастаться да есть такая особенность этого сервиса по статистике статистика здесь очень подробная более того ее можно загрузить в виде таблицы на свой компьютер получить так называемые сводные данные мы можем посмотреть статистику по вопросам по отдельным вопросам по результатам по дням по часам в общем здесь очень хорошая штука для отслеживания результатов викторины и опроса тоже еще один сервис сервис интеракте которого я потеряла ссылку ну ладно хорошо без ссылочки на слайде посмотрим а ссылка внутри презентации самой зашита и кто скачал презентацию тот молодец того будет ссылочка вот на экране как раз классический шаблон викторины бюджет бюджет Игры, квесты, ленты времени, интерактивные плакаты, слайд-шоу. В общем, там более 19 интерактивных форматов. В бесплатном тарифе можно создать 20 проектов максимальное с общим суммарным просмотром 500 в месяц. То есть каждый месяц количество просмотров обнуляется. Для учебной работы, для работы в библиотеке этого вполне достаточно, если вы не поставили это дело на поток. Здесь выделяется 100 мегабайт для свободного загрузки файлов. Это аудио и фотографии. Для 20 проектов 100 мегабайт – это очень даже неплохой вариант. В это можно уложиться. Если какой-то проект не актуален, его всегда можно удалить и на его месте создать новый. Поэтому можно даже внутри этих 20 проектов варьировать задания. Либо, если нужны проекты все, то можно создать несколько аккаунтов. Это тоже несложно. Ну, давайте от предисловий к шаблонам. На экране сейчас вы видите вот как раз вариант теста с выбором правильного ответа. Так выглядит у нас сам конструктор. Он очень простой и разобраться в нем несложно. Механика такая. Сначала заполняем вкладку «Начальный экран». Это то, что мы видим на стартовой странице нашей викторины. Даем название викторины, ее описание, добавляем картинку. И придумываем кнопку, на которую нужно нажать. Далее переходим в следующую вкладку. Либо нажатием на слово «Вопросы», либо на кнопку «Далее». Далее заполняем вопросы. Как и в сервисе удоба, они у нас здесь будут располагаться с левой стороны. Здесь мы вписываем вопросы, варианты ответа. Здесь классическая викторина с выбором одного ответа из нескольких. Его отмечаем как верный. Добавляем изображение, если необходимо. Это может быть фото викторина. И тогда мы переключаемся, когда вариант картинки. И тогда в качестве ответов у нас будут изображения, которые мы тоже можем подгрузить с компьютера. Здесь есть библиотека изображений. Если у вас картинки не какие-то специфические, их можно найти в бесплатной библиотеке Unsplash. И тогда в вашем личном хранилище у вас упадет свободное место, которое можно использовать для загрузки еще каких-нибудь других файлов. И, наконец, прописываем результаты. Здесь результаты ранжируются. Допустим, есть три варианта. Результат один – это для тех, кто набрал меньше всего баллов. И результат три – для тех, кто набрал максимальное количество баллов. Их может быть и больше, вы можете более подробно проранжировать. И далее напротив каждого результата прописываем обратную связь, какие-то даем указания, замечания, предложения, добавляем картинку. Таким образом, участник на выходе получает не просто статистику, сколько баллов он набрал, а конкретные какие-то рекомендации, обратную связь, хотя бы поздравительную. А можно туда вставить дополнительную справочную информацию по теме и сделать еще и тест, еще и познавательный. Статистика здесь вот так выглядит. Викторины здесь анонимные. То есть здесь нельзя заставить пользователей представляться, хотя к викторине можно подключить форму обратной связи. Она будет в настройках викторины. Если вы хотите уже конкретно по участникам, то не забудьте, что в настройках надо подключить форму сбора данных и прописать, что именно вы хотите собрать у участников. Например, фамилию, никнейм, класс или что-то другое. Это статистика анонимной викторины. Мы можем здесь увидеть, сколько просмотрено, сколько пройдено викторины до конца. Это так называемое прочтение. Сколько всего участников побывало. То есть мы видим, что цифры не совпадают, а значит, кто-то из участников несколько раз ее открывал, по крайней мере. Ну и сколько секунд потратили участники на знакомство с этой викториной. Или минут. Вот такая вот статистика. Все минимально здесь, но все довольно симпатично и просто. Кстати, рекламы, насколько я понимаю, там нет. Они пополняют свой сервис за счет платных подписок, я думаю. Здесь можно приобрести платную подписку, связавшись с создателями этого сервиса. Они даже сейчас обещали, я с них не списывалась, они обещали наладить оплату по российским банковским картам. Так что, если это необходимо, то можно связаться. Более того, здесь есть возможность получить платную подписку бесплатно. На прошлом вебинаре я об этом говорила. Если написать пост в социальных сетях, поделиться опытом использования этого сервиса в работе, снять видеоинструкцию или предложить свой шаблон для сервиса. Делается это через форму обратной связи с создателями сервиса. И тогда в ответ они вам подарят платную подписку. Ну, продолжаем дальше создавать наш список сервисов рабочих. Это Яндекс.Форма. Отечественный сервис на отечественных серверах работает. Две ссылочки в чат отправила. Если у вас есть свои работы в этом сервисе, то можете добавить мой список. Итак, это бесплатный сервис, позволяющий быстро конструировать формы разные. В том числе это могут быть опросы и викторины. А еще это могут быть анкеты, различные голосовалки, сбор различных сведений от пользователей. Наверняка сейчас очень многие этим сервисом пользуются взамен Google Form. При необходимости можно использовать готовые шаблоны. Здесь они есть. Правда, здесь нет шаблона викторины. Здесь есть шаблон с формой обратной связи, с анкетой, с заявкой на какую-то запрос, услугу или регистрация на мероприятие. Если нам необходимо создать викторину, то нам придется начать с пустого шаблона, с чистого листа. С левой стороны он так выглядит. Конструктор. Как он выглядит? Конструктор выглядит вот так. Пустое белое поле, а в чем-то на сервис Core похож. С левой стороны список возможных блоков для создания нашей формы. Отдельно здесь выделены тесты и квизы. Это как раз вопросы, которые у нас можно использовать для создания викторины. Это вопросы, в которых можно автоматом подсчитывать количество баллов и выдавать результат участнику. Остальные варианты больше подходят для опросников. То есть здесь можно задавать вопросы и получать ответы в виде короткого и длинного текста с одним вариантом ответа и с несколькими, но без оценивания. В виде выпадающего списка что-то выбирать. Ну и более дробные, допустим, отвечать на вопросы «Да, нет», отправлять почты, ссылки, телефоны, файлы, загружать какие-то даты, отмечать и тому подобные вещи. Мы выбираем тип вопроса и мышкой его переносим в белое пустое поле. Каждый вопрос может быть на отдельной странице, либо их можно делать списком, вот такой лентой, как у меня. Как больше вам нравится. Нас, наверное, больше всего будут интересовать вот эти вопросы для создания викторин. Здесь можно создавать вопросы, где выбирается один вариант правильный, несколько вариантов правильных, либо в качестве ответа будет писаться число. Это открытый вопрос. Ну, не густо, скажем так. Но, тем не менее, если нам нужна просто классическая обычная викторина, этого вполне достаточно. Смотрим. Конструктор так выглядит, как только мы что-то вписываем внутрь конструктора, тут же с правой стороны появляется, как это будет выглядеть на экране. Вписываем вопрос, даем варианты ответов, отмечаем верные, расставляем количество баллов за каждый вариант. За правильные чаще всего ставится там какой-то больше, чем ноль, за неправильные, соответственно, ничего не ставится. Дальше. К нашим вопросам и к нашим ответам можно загружать дополнительно с компьютера изображения для того, чтобы сделать более красочную викторину. И есть дополнительные настройки у каждого вопроса. Основные настройки – это на перемешивание вопросов и ответов, и на то, что вопрос сделать обязательно. То есть без ответа на этот вопрос викторина не отправится на проверку. Итак, по порядку, по одному вопросу мы раз за разом добавляем их в нашу форму. После того, как вопросы добавлены, нам нужно сделать автоматическую проверку. Для этого переходим в раздел «Настройки» и включаем опцию «Показывать результаты прохождения тестов» и прописываем эти самые результаты. Вот они внизу. Как в сервисе «Интеракте», помните, там ранжировалось по разным, как это сказать, по разным сегментам, в зависимости от количества баллов, набранных участникам. Здесь такая же история. Здесь можно ранжировать по сегментам. То есть, допустим, у меня здесь результат первый – минимальное количество баллов, результат второй – максимальное количество баллов. Я прописываю, сколько баллов набрал. И даю какую-то обратную связь по каждому этому сегменту. Если у меня опция «Зачет-незачет», то это будет, по сути, контрольная работа. То есть, вы прописываете, если вы берете эту вкладку, прописываете, сколько нужно обязательно набрать баллов. Например, у вас вопросов 15, максимально надо набрать хотя бы 10, чтобы зачтено было. И вот вы прописываете, что если от 10 до какого-то другого количества набрано, то это зачтено. И обратную связь даете. Если меньше, то, соответственно, пишите, что не зачтено. И сохраняете обязательно эти настройки. Теперь Яндекс.Форма будет самостоятельно проверять все ответы и начислять баллы. Участник получит свой результат на выходе. Далее. Ответы можно посмотреть вот в этой вкладочке. Во вкладке «Ответы». Более того, по-моему, их можно скачать в виде таблицы, если я ничего не путаю. И посмотреть графики, вопросы, ответы по каждому участнику. Далее. Для красоты. Можно форму эту раскрасить. Выбрать вариант оформления. Более того, здесь есть возможность создать свои темы. Вот это. Выбрать шрифт, цвет, размер. Или выбрать что-то из готовенького. Вот тут варианты разных тем оформления. Ну и после этого мы нажимаем на предпросмотр. Если все окей. Нажимаем на кнопку «Поделиться». Получаем ссылку. Рассылаем участникам. Естественно, чтобы работать с Яндекс.Формой, необходимо иметь Яндекс.Аккаунт. И таким образом вы можете всегда иметь доступ к своей викторине. Более того, здесь есть возможность снять викторину с публикации. Это делается тоже в настройках. Допустим, если вы викторину выставили только в течение недели, чтобы ваши ученики ответили на вопросы, а кто не успел, тот не успел. Соответственно, как только неделя истекла, вы заходите в настройки и снимаете викторину с публикации. Теперь по этой ссылке она будет уже недоступна. То же самое для опросов. Например, у вас опрос актуален только в течение какого-то месяца. После того, как он истек, снимаем форму с публикации. Участники ее найти уже не смогут. Она у вас будет доступна по-прежнему в личном кабинете, но в неактивном состоянии. В любой момент вы ее опять можете отправить на публикацию и снова активировать, если необходимо. Такая вот хорошая вещь. Вот так и выглядят ссылки, коды для вставки. Вы можете форму разместить на сайте, в блоге, опрашивать участников в любом удобном месте, в том числе и в социальных сетях. А вот эта кнопочка для снятия в публикации. Идем дальше. А дальше у нас опять сервис, у которого будет реклама по бокам. Это сервис Forexam. Отечественные сервисы, отечественные разработчики. Почему-то ссылки стали медленно открываться. Либо это только моя проблема, либо это проблема сервиса сайта. Поскольку периодически на сайте всплывает информация о том, что этот сайт продается, он по-прежнему рабочий, по-прежнему в хорошем состоянии. Здесь все работает, все создается. Поэтому я не стала его пока из списка исключать. На всякий случай предупреждаю, что вот есть такая информация о нем. Но чем хорош этот сервис, тем, что он очень-очень простой. Здесь можно создавать викторины с тремя видами вопросов, получать хорошую статистику, обратную связь, встраивать это на сайт и в блоге. И более того, можно скачать на компьютер это в электронном формате, но без привязки к интернету использовать. Если у вас, например, класс не оборудован интернет-связью, но есть компьютеры, вы можете открывать без интернета ваши тесты. Так что пока из списка его не убираем, мы за ним продолжаем наблюдать. Что и как здесь работает. Очень простой конструктор. Вот так он выглядит. Вписываем вопрос, варианты ответов, если это один или несколько правильных ответов, либо один правильный ответ. Отмечаем обязательно, что он правильный. Есть еще вопрос с свободной формой ответа. Но ответ этот тоже нам надо будет прописать. Это так называемый открытый вопрос. Чтобы сервис автоматом все проверял и начислял определенное количество баллов. К каждому вопросу можно добавить изображение. Итак, переходя от вопроса к вопросу, мы создаем нашу векторину. После того, как мы ее запустили в действие, мы можем отслеживать, конечно же, статистику. Здесь это называется электронным журналом. И мы можем проверять по каждому пользователю, как он отвечал, когда начинал отвечать, когда закончил, сколько вопросов ответил, правильно, неправильно, и даже вот в процентах его результат. Эти же результаты видит и участник у себя в личном кабинете. Он может это посмотреть в конце, когда закончит тест. Вот ему выдается такой результат, а у учителя будет вот такой результат. И таким образом вы можете отслеживать активность пользователей по работе с вашей векториной. Сам сервис прописал, что это сервис ориентирован прежде всего для учителей, учеников. Так что можно использовать. Я надеюсь, что он будет продолжать и дальше работать. Но библиотекарям тоже можно использовать. Реклама опять-таки там появляется по краям, но опять-таки можно встроить на странице сайта или блога эту викторину, либо блокировщик рекламы опять-таки. Я не совсем поняла комментарий в чате про QR-коды. Платформа позволяет генерировать для QR-коды А. Поняла, только не поняла, по какому сервису. В Яндексе, по-моему, есть опция генерации QR-кодов. Вот в этом, о котором я сейчас говорю, здесь нет. Да, по Яндексу, по-моему, есть QR-код. Давайте я отлисну назад. Я не помню, честно, если тут код. Код для вставки есть. Вот, по-моему, если нажать на это троеточие, там, возможно, будет QR-код для генерации. Я не 100% уверена. Это надо проверить, эту информацию. Но в любом случае, да, тут правильно написали, что есть сервис для генерации QR-кодов. И любой сервис, какой бы вы ни взяли, вы всегда ссылку можете переделать в этот самый код, если необходимо. Если сам сервис не делает, то вы всегда можете это делать самостоятельно. Это вообще очень даже несложно. Таким образом, очень даже симпатично. Все работает, все функционирует. Будем надеяться, что никуда он не денется. Он бесплатный, без ограничений работает. Здесь все отлично. Другой вариант тоже с рекламой. По краям, ну, тут тоже наша разработка, тоже серверы на территории Российской Федерации. Что меня здесь смустило? Смустило меня то, что здесь реклама опять-таки появляется лишняя. Много лишней информации, в которой векторина теряется. Поэтому, да, есть такой минус, недостаток. Конструктор тестов тоже бесплатный, работает без ограничений. Но здесь есть хорошая штука. Здесь есть возможность создавать классы. И организовывать участников детей в классы. И следить за их активностью. Вот, поэтому тоже добавила в список. Ну, а дальше уже каждая принять для себя. Надо, не надо. Давайте посмотрим на конструктор. Конструктор чем-то напоминает сервис онлайн-тестпэд. Тоже достаточно подробный конструктор. Здесь мы вписываем и вопрос, и варианты ответов. Добавляем картинки. Отмечаем, кто правильный, кто неправильный. Сервис позволяет создавать викторины только с выбором одного ответа из нескольких. По классическому шаблону. Вот так это выглядит. В качестве ответов могут использоваться картинки. В этом смысле чем-то похож на сервис интеракции по своему функционалу. Количество вопросов не ограничено. Картинки загружаются с компьютера. И сам шаблон, как вы видите, очень-очень простой. Далее. После того, как сформировались вопросы, мы точно так же в результатах можем пользователю сообщить не только сколько баллов он набрал, но в зависимости от набранных баллов написать ему обратную связь. Здесь, допустим, можно эту обратную связь прописать в процентах. Вот у меня сейчас вариант в процентах. А так мы можем выбрать вариант интервальный. Это в зависимости от количества набранных баллов, правильных ответов. Здесь даже есть какой-то случайный, но это, мне кажется, чисто для шутки здесь дано. Просто какой-то случайный, случайная обратная связь выходит на выходе участнику. Это, наверное, так не стоит. А вот так вот эти классические процентные интервальные можно использовать. Сервис сам высчитывает количество процентов. Вам в этом присутствовать не обязательно. Он сам определит, сколько будет 30, 70 и 100. И вот по каждому этому интервалу мы можем писать сообщение пользователю с обратной связью. Внутрь можно даже какую-то ссылку вставить. Например, если участник там что-то ответил неверно, вы можете дать ему ссылку и написать. Почитай более подробно здесь. Что касается организации классов внутри этого сервиса, то вы можете самостоятельно добавить туда учеников. Им не нужно регистрироваться. То есть от них не нужно какую-то электронную почту сообщать, там свои персональные данные передавать. Вы их сами можете зарегистрировать либо по имени, фамилии, либо по никнейму, как вы считаете нужным. Соединить их в класс. У каждого ученика будет свой индивидуальный номер, по которому он будет проходить ваши викторины, которые вы ему будете адресовать. Это очень даже удобно, на мой взгляд. Ну, а вы, конечно, можете потом по каждому участнику посмотреть его результаты. Вот в этих графах результаты. Более того, вы можете еще дополнительно настраивать викторины. Если не хотите их открывать для всеобщего обозрения, то вы можете поставить галочку, что это только для учеников класса, что им запрещено повторно проходить тест. Если у вас несколько классов, вы можете тест адресовать сразу всем или только каким-то выбранным вашим любимцам. Так что в этом смысле вот здесь очень хорошо прописана возможность работы с классами. Если вам это необходимо, то обратите внимание на этот инструмент. Сервис Joyetech. Это условно-бесплатный сервис, который позволяет создавать квесты, викторины и игры по принципу «своя игра». Про квесты мы будем говорить на семинаре, на вебинаре, который посвящен квестам. Здесь поговорим про викторины и свою игру. Давайте по порядку. Joyetech – это игровая платформа отечественного производства сервера на территории России. Бесплатно можно создать до 20 проектов. Опять-таки, если проект не актуален, его всегда можно удалить и создать новый. Здесь есть ряд ограничений для бесплатных тарифов. Но в основе своей все равно можно использовать. Например, для создания классической викторины. Здесь можно выбирать вопросы с выбором одного ответа из нескольких ответов правильных. И открытые вопросы, которые будут проверяться автоматически. Вот такой очень простой конструктор. Выбираем тип вопроса. Открытый, множественный выбор, одиночный выбор. Вписываем сам вопрос. Мы можем даже установить время на его ответ. Вот для этого есть опция. И подгрузить картинку в разных форматах до 20 мегабайт к этому вопросу, чтобы викторина смотрелась интереснее. Единственная платная опция здесь – это количество баллов. По умолчанию за каждый ответ только один балл. Повлиять на это мы бесплатно не можем. Ну и далее нажимаем на кнопку, добавляем новый и новый вопрос. Таким образом формируется наша викторина. Здесь классический вариант. Другой вариант, уже не классический, это для использования мобильных устройств. Сразу хочу сказать, что я помню о том, что мобильные устройства запрещены на уроках в школе. Я это все помню. Не кидайте в меня помидорки, пожалуйста. Для тех, кто имеет возможность использовать мобильные устройства, сервис предлагает вариант со своей игрой. Это игровое поле, на котором команды или участники выбирают категории вопросов, сами вопросы, отвечают на них и получают баллы в зависимости от того, какая сложность у вопроса. От 100 до 500. Вот как здесь на экране. Как это работает? Учитель или ведущий, или библиотекарь создает викторину. Вот так это делается. Есть категории. Внутрь каждой категории нам нужно добавить 5 вопросов. Первый самый простой, пятый самый сложный. Если хотим, мы можем делать категории меньше, не 5, а меньше. Просто не заполняем поле с последними категориями. Еще такая особенность у этого сервиса. Здесь добавляется вопрос не в виде текста, а в виде картинки. Мы можем просто картинку загрузить, а вопрос озвучить устно. Либо можем сразу сделать, допустим, в PowerPoint презентации вопрос в виде картинки, с текстом, с какими-то дополнительными опциями. Сохранить этот слайд как картинку и загрузить сюда. Вот такой можно тоже вариант использовать. Дальше после того, как мы все это создали, мы запускаем викторину на большом экране. Ссылку, к сожалению, я вам дать не могу, потому что это живая игра здесь и сейчас. И ссылка выдается только для живой игры. Дается ссылка или QR-код. Участники заходят внутрь виртуальной комнаты. Смартфон – это как кнопка для ответа. Ведущий запускает игру. Участник выбирает категорию вопроса, он открывается на экране. Учитель его читает. И после того, как он запускает ответы, участник может нажать на кнопку «Ответить». Если он сделал это первым, то он молодец, он получает право ответа. Смартфон здесь используется только в качестве кнопки для ответа. На нем ничего не пишется, он только как кнопка используется. Далее, если он получил право ответа, отвечает, а ведущий уже самостоятельно назначает ему количество баллов. Например, игрок у нас, на большой экран сразу выводится этот игрок, который будет отвечать. И учитель уже нажимает на минус или на плюс, в зависимости от того, как участник ответил. Появляется таблица результатов, и здесь все участники будут прописаны, кто сколько баллов набрал. Здесь будут постоянно подводиться их итоги после каждого вопроса. Вот таким образом работает эта игра. Бесплатный тариф ограничивает количество участников. Здесь можно пять участников одновременно использовать, но вы можете объединить участников в команды, если их больше пяти, и таким образом проводить уже командную викторину, и давать им возможность посовещаться и прийти к какому-то ответу. В общем, довольно любопытная викторина. Если у вас есть возможности для такой работы, то вот, пожалуйста, Джустека предлагает шаблоны для этого. И мы плавно с вами перешли в секцию для создания викторин с использованием мобильных устройств. Два сервиса буквально, и мы на этом вебинар уже закончим. Первый сервис MyQuiz. Сам сервис позиционирует себя как отечественный инструмент, как аналогию сервиса англоязычного Кахута. Ну, это правда, он, по сути, тот же функционал повторяет. Он тоже довольно симпатично смотрится. Я вот сейчас вам ссылочку дала на DemoQuiz. Это прямо с сайта этого сервиса. Это они сами такой демо придумали, чтобы пользователи посмотрели, как это работает. Он позволяет тоже создавать викторины до 35 участников. То есть у вас может быть целый класс поучаствовать в этой викторине, целый коллектив участников с помощью, опять-таки, мобильных устройств. Здесь все работает. Викторины, есть возможность проводить викторины, возможность проводить голосование и опросы. Ну, давайте посмотрим на это все. Вот так выглядит поле для работы. Да, самое главное, это я забыла сказать, сервис позиционирует себя как российский, отечественный. Но когда я начала проверять, где находятся серверы, я выяснила, что сервер находится на территории США. Такая вот история. Ну, давайте к более веселому. Итак, сначала, перед тем, как запускать викторину, ее, собственно, надо создать. Записываем название, описание, картинку. И тут же нам дается код и ссылка для приглашения участников. Ссылку можем разослать, код можем показать на большом экране, чтобы участники по этому коду заходили внутрь виртуальной комнаты. Вопросы внутрь викторины можно добавлять с выбором одного ответа из нескольких, открытые. Но в этом случае участникам на смартфоне придется пальцами набирать правильный ответ. Может быть, это не всегда удобно. Это может быть просто голосовалка. Там да, нет, или что-то более сложное. И можно делать фото викторину, когда варианты ответа будут в виде картинок. Все остальное, как вы видите, здесь платное. Но платная подписка оплачивается, насколько я знаю, даже с российских карт. Смотрим. Вот сами вопросы. Текст. Можем медиа загрузить картинку, например. Еще здесь есть возможность добавлять видеоролики даже. И даже с Рутуба. Это хорошая штука. Кстати, с Рутубом еще функционирует сервис онлайн тестпэд. Я про это не сказала. А то иногда на вебинарах возникают вопросы про Рутуб очень часто. Так вот, два сервиса из того, каких я говорила, поддерживают теперь этот хостинг. Это Рутуб и это Майквиз и онлайн тестпэд. Ну, вот вернемся к нашему вопросу. Вопрос, медиа, если нужно, варианты ответов. Обязательно отмечаем правильно и переходим к следующему вопросу. Они точно так же у нас выстраиваются с левой стороны по списочку. После того, как мы настроили викторину, добавили вопросы, мы уже можем ее запустить на большом экране и поиграть с участниками. Делается это в двух форматах. Можно делать эту игру как живую. Ну, вот как на большом экране вы запускаете вопрос, там идет обратный отсчет времени, участники отвечают за смартфонов, и потом рейтинговая таблица выстраивается, кто сколько баллов набрал. Баллы начисляются за быстроту и за правильность ответа. А еще здесь есть возможность установить автоматический запуск викторины в какое-то определенное время. Этим пользуются, например, администраторы социальных сетей. Некоторые библиотеки проводят эти викторины в онлайн формате. Они устанавливают запуск викторины на определенное время, допустим, на 12 часов. А в социальных сетях у себя на странице сообщают, что те, кто хочет поучаствовать в викторине и получить какой-то приз, могут подключаться ровно в 12 часов к этой викторине и дают ссылку на нее. Вы даже можете в этом и не участвовать. Викторина запустится самостоятельно. Если участник придет по ссылке, он прямо в нее и попадет. И может из дома поучаствовать в вашем задании, поотвечать на вопросы, а дальше вы сделаете скриншот, сколько баллов он набрал, а дальше прислать этот скриншот вам, и вы ему дадите приз за это. Вот таким образом библиотеки могут работать с этим сервисом в том числе. Значит, призы не обязательно раздавать, можно и без призов. Но тоже довольно любопытный вариант. Ну и последний среди инструментов на сегодня – это недавно обнаруженный мной сервис Квизне. Отечественная разработка сервера на территории России. Вот так выглядит этот сервис. Даю ссылку на сам сервис, потому что он опять-таки работает в формате «Живая игра». Это такой интересный инструмент, который позволяет создавать не только свою игру, но и позволяет создавать игры в разных форматах. Например, угадай мелодию. Кто хочет стать миллионером? Столько одному. Кто быстрее? Ну, это классическая викторина с выбором ответа. Более того, можно создать викторину в одном формате, допустим, своя игра. А можно создать викторину из нескольких раундов, и каждый раунд будет в новом формате. Себя они позиционируют как сервис для проведения вечеринок с интеллектуальными развлечениями. Для проведения опять-таки нужны смартфоны, большой экран, где будет подаваться информация, таблица результатов и вопроса. Смотрите, как это работает. У этого сервиса три экрана. Экран с вопросами для участников. Это то, что будет выводиться на большой экран. Гаджет участника, где он будет отвечать на вопросы. И панель управления. Это на компьютере у ведущего. Ведущий здесь управляет игрой, открывает вопросы, получает ответ, начисляет баллы. Для начала игру нужно создать. Здесь есть огромное количество разных шаблонов. Это даже не все, я только часть заскринила. Мы можем выбрать свою игру, можем выбрать биатлон, расстановку по порядку, кто хочет стать миллионером и тому подобные вещи. Выбираем шаблончик, а дальше начинаем наполнять его содержимым. Вот так выглядит шаблон для создания своей игры. Своя игра здесь по классическому формату идет. То есть, если вы смотрели на НТВ эту передачу, то помните, что там есть за какие-то вопросы двойные очки, что там есть черный код, которого можно подкинуть какому-то игроку, чтобы он отвечал на вопросы. Здесь тоже все эти настройки есть. Вот и двойные очки есть, и черный код есть. Можем минусовать за неправильные ответы, а можем нет. В зависимости от настроек выбираем то, что нам необходимо. Далее нам нужно добавить категории и внутрь каждой категории добавить вопросы. Стандартная своя игра – это 5 категорий по 5 вопросов в каждом, от простого к сложному. И таким образом мы добавляем и категории, и внутрь категории вопросы. И у нас конструктор будет в виде такой ленты, которая будет удлиняться по мере того, как мы вставляем новые и новые вопросы. Вот так выглядит вопрос. К вопросу, как вы видите, можно добавить картинку с компьютера, видео можно загрузить со своего компьютера, с ПК, но YouTube я не говорю, про YouTube мы уже постепенно забываем, к сожалению. И аудио, например, если у вас своя игра с аудиофайлами, то мы можем с компьютера загрузить. Или угадай мелодию у вас игра тоже. И вот таким образом, добавляя вопросы, добавляя категории, мы формируем нашу викторию. Она может быть из одного раунда, можно несколько раундов, если вы хотите ее удлинить. Но создатели сервиса предлагают, чтобы участники не уставали, лучше раунды делить какими-то паузами, разделять, чтобы участники отдохнули, либо делать всего лишь один раунд, чтобы они не успели устать. Далее запускаем игру на большом экране. Вот так выглядит своя игра. Это новогодний вариант. Тут еще снежинки падают, просто они у меня не заскринились. А это новогодний вариант из тех шаблонов, что предлагает сам сервис. Запускаем игру. Участники выбирают вопросы. Ведущий их открывает, читает. Вот это, кстати, экран ведущего. Здесь у него команды написаны, кто играет. И за каждый раунд он может начислять баллы. Нажимает на коннорандашик и сам самостоятельно начисляет баллы каждому участнику. Ну вот, например, 200 баллов открыт на экране сейчас этот вопрос. Начисляем первой команде. Делает это ведущий. Как только начислил, нажимает на кнопку вопрос сыгран. Все. Вопрос исчезает с экрана и продолжается игра дальше. Вот таким образом происходит управление этой игрой. Достаточно все смотрится симпатично, очень необычно, довольно сам сервис приятный для работы. Здесь есть тоже, конечно же, ограничения по бесплатному тарифу. Пять команд здесь может быть. Ой, подождите минутку. Путаю. Три команды и пять вариантов оформления. Ну, опять-таки, команды могут быть разные. Может быть, не обязательно три участника, а действительно может быть три команды. Вы их можете объединить, выдать им один смартфон на всех, и они тогда смогут тоже поучаствовать. У них на экране будет вопрос. И кнопочки для выбора ответа, например, которые они будут выбирать. Либо они будут произносить это устно. Там в зависимости уже от шаблона. Например, вот в своей игре ответ произносится устно. Но на смартфоне появляется кнопка, на которую нужно успеть нажать, чтобы ответить первым. Там уже по тому, как выкреется там с шаблоном. Вот таким образом работает этот инструмент. Тоже довольно интересный. Вот, пожалуй, весь список, который я вам хотела сегодня представить на ваш суд. Вы можете, может быть, что-то у вас есть, добавить к этому списку. Очень некоторые сервисы исчезли, к сожалению, из моего поля зрения. Когда я только начала формировать этот список, я набрала около 20 разных сервисов. И в итоге буквально приходилось некоторые из этого обзора удалять, потому что они за год изменили свою тарифную политику, стали платными, бесплатные тарифы урезали так, что с этим уже стало невозможно работать. Я исключила сервисы, которые позволяют создавать только, допустим, 3 проекта, 5 проектов, получить только 100 ответов и все. После этого викторина превращается в одноразовую, ей уже нельзя будет пользоваться. Вот все это я убрала, из нашего поля зрения оставила, только с хорошими бесплатными тарифами, которые действительно можно взять в работу. А уже что вам понравится, это уже вы выбирать будете самостоятельно. Надеюсь, вам это все было полезно. Как всегда, ссылки внутри презентации. Если что-то вы забыли посмотреть, то скачайте презентацию, основные ссылки все внутри, так же, как и обучающие материалы к ним. Следующий раз мы увидимся через неделю. Это будет обзор инструментов для создания электронных клик, так называемых флипбуков, книжки, которые листаются в электронном формате. Очень интересный, необычный формат, так что приходите, я надеюсь, тоже будет интересно. На этом, пожалуй, все. Как всегда, вот мои координаты на слайде. Вопросов нет, но надеюсь, что значит все понятно было, раз вопросов нет. Вот, как всегда. Ну да, я хочу порекламировать свои ресурсы. Вот, пожалуйста, группа ВКонтакте и канал в Телеграме. Вот. Ну, я не гонюсь за подписчиками, просто, просто мне было бы приятно, если бы моя работа была оценена лайками, комментариями, перепостами, как-нибудь, как вам удобнее, потому что, вот, сейчас ты пишешь, пишешь, работаешь, работаешь, а обратной связи нет, и ты, получается, не в понимании, а это надо вообще, это используется в работе или нет. Поэтому, хотя бы лайком, поделитесь, пожалуйста, мне будет это приятно. Я всегда обращаю на это внимание. Ну, вот, пожалуй, все. Спасибо вам большое за внимание, спасибо за добрые слова в чате. Это тоже все очень приятно. И до встречи на следующей неделе. Да, пару слов про курс, хотела сказать. Курс сейчас, лендит, который вы увидите, если перейдете по ссылке, он сейчас перерабатывается. Я переформатирую курс немножко, поменяю некоторые блоки местами. Блоки остаются те же, просто внутри блоков я немножко решила изменить, добавить нейросети на свой курс. Поскольку это актуально, я вижу, что много интереса в этом. Поэтому я внутрь этого курса еще добавлю нейросети. Вот, чтобы было еще интереснее. Так что, да, заходите, пожалуйста, если хотите, чтобы я вас немножко помучила в течение четырех недель своими заданиями, то, пожалуйста, приходите. Я думаю, это будет полезным. Не просто послушать, как сейчас на вебинаре, а вот сделать что-то своими ручками. А потом это в рабочей использовать и похвастаться коллегам. Знаете, как приятно. Ну, ладно, на этом буду прощаться, не буду вас больше задерживать. Всего вам доброго и до встречи. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok